да это неожиданная локация потому что я сейчас нахожусь в городе и жду самое что ни на есть дрифт такси до форварда форвард авто мы едем вместе с главным по всему форварду в этом мире мне кажется с георгием чевчаном гоча нам немного расскажет сначала про зимхану как вообще пришла идея этого ивента такого большого а потом мы поговорим про rds конечно же начиналось все с того что мы построили трасс трассы мы тоже не планировали получилось так что когда проектировали новый объект форварда штаб-квартиру форварда получилось что у нас благоустройство достаточно большое запроектировалась и мы не могли его сделать как бы простым поняли что есть возможность сделать трассу ну и решили воплотить когда у нас появилась трасса мы тестировали там машины и до сих пор тестирую в общем не хочется ее использовать только в своих целях когда мы на свои машины тестируем ну и хочется проводить какие-то соревнования чтобы не проста его сначала мы провели летнюю гонку шаг стену она называлась а поняли что к летней гонке не совсем все у нас готово но и гонщики сами не совсем готовы прыгать на большой скорости в стену решили организовывать зимние мероприятия которые поддерживают наши спонсоры вот не было бы их мы бы это все не делали получилось так что мы можно сказать скопировали трассу японскую достаточно известна на которой много лет проходят д-1 чемпионаты с одной стороны приятно с другой стороны печаль потому что идея была такая научиться сибирскими гонщиками российскими гонщиками натренироваться на этой трассе по максимуму и как-нибудь ворваться в д-1 именно на ту трассу которая очень похожа да и показать очень хороший результат выиграть японцев сейчас такая значит мечта не совсем осуществима потому что в японии трассы больше нет ну тогда получается японцев ждем к тебе японцев уже катались пускай они выигрывают теперь или выигрывают или проигрывают русским на их земле я думаю скоро все поедут форвард авто сюда номинами на красноярску именами и как пришла идея позвать джеймса дина и амандио получается так что у нас столица зимнего дрифта красноярске и вот гонщики которые участвуют в интер и 3 батого они очень опытные они очень качественно управляют своими жигами и хочется показать не только всей россии но и всему миру насколько они круто рулят и получилось организовать в этом году такой формат гонки что гонщики винтро дрейф батл будут биться против гонщиков рдс зрителям повезло кстати в красноярске не холодно в эти выходные по сравнению с прошлым годом когда минус 40 я помню это было ужасно посмотрите как и потихонечку у нас идет у нас говорю у гочи и у команды форвард авто идет подготовка к этому мероприятию мы сейчас с тобой едем непосредственно по трассе да по конфигу да мы по конфигу едем вот как раз кучу снега чистого привезли сейчас мы тонким слоем распределим по всей трассе и все трасса будет готова здесь вот конструкция собирается импульса назвали импульс с которого будет разгон происходить такая сцена да как в прошлом году было не знаю если вы видели в прошлом году зимхану прямую трансляцию то отсюда очень круто выезжали машины вот сейчас тоже ребята монтируют эту конструкцию будет выглядеть очень впечатляюще эти форвард авто находится вот в таком милом месте слегка на возвышенности в красноярске как ты думаешь у кого из приглашенных иностранцев есть шанс бахнуть и даже что-то занять конечно же у джеймс один очень большие шансы вот он круто гоняет я понимаю что он наверняка пробовал у себя в стране по гололёдику кататься у него тоже жига есть я даже видел выпуск когда он по льду проехал вот и я думаю сильно навыка ему набираться особого не нужно просто главное чтобы жига работала его и все будет по какому принципу отбирались участники в сборную одного чемпионата и другого участники winter drift battle это топчики топ-16 все те которые вошли в топ-16 которым в эти очень нелегко то есть реально нужно хорошо ехать чтобы быть иметь такой результат в db а по rds по поводу rds мы приглашали тех кто смог ворваться в сибирь в это нелегкое время вот и прилететь то есть мы опросили всех кого хотели видеть кто-то согласился и вот собрали команду rds кто-то гоняет в rds запад теперь уже европа да кто-то едет в rds сибирь кто-то даже гран-при сердесные реально адресные пилоты вот ну и я в том числе получается получается так и но а кто же будет судьями судей у нас семенюк гриня и тимон а вот так вот это кстати трио которое вы ждали наверное все 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 болельщики rds ждут именно такого трио в rds мне кажется семенюк гриня тимон поэтому мне кажется будет здорово по каким критериям будут судьи судить я думаю что критерии классические главное чтобы они придумали хорошее задание которое судить легко и по которому удобно ехать гонщикам на самом деле я сегодня с утра на троечке несколько кругов бахнул примерно понимаю какая конфигурация нам нужно завтра мы встречаемся все это дело обсуждаем подытоживаем придумываем клиппинг-зонами все и погнали оттуда где сейчас строят конструкцию оттуда будет старт и вот здесь судим будет виден весь оцениваемый участок собственно говоря да еще очень важный момент вы можете увидеть что трасса она безо льда тут мы мы старались сделать городскую гололедицу есть асфальт по которому будет тонким слоем размазан снег и фишка в том что все едут на одинаковой шине моношина получаем машину в принципе у нас каждый год моношина той айрс последние три года вот поэтому уже те кто гоняли на земхане они понимают всю прелесть этого мероприятия хорошо ну что пойдем вовнутрь так пойдем гоночной команды локация всех наших гоночных автомобилей у нас есть еще одно помещение производства на где кстати тусовка будет ну здесь в общем машины мы собираем пилим режем подготавливаем межсезонье во время сезона постоянно здесь какой-то движ помимо наших машин здесь еще и клиентские машины там несколько машин в год мы строим выпускаем отсюда допустим вот эта машина клиентская она достраивается уже через две недели совсем скоро и запускаем в общем гоночный цех forward auto это самый самый чистый цех на моей памяти кстати посмотрите если не считая вот этих следов это кстати твоя это уже не моя двойка хотя это моего товарища двойка вот она просто после дитейлинга в идеальном состоянии просто в идеальном посмотрите это моя боевая машина хотелось бы услышать твои комментарии по поводу моно шины которую ввели в rds что ты думаешь твой вот взгляд на ситуацию вообще мы хотели бы конечно продолжать на нашей спонсорской шине ехать toyota ирс что нам очень нравится у нас получится продолжить на ней ехать только на передней оси на заднюю ось в гонке мы будем вынуждены ставить моно шину который продает чемпионат минус в том что мы на своей шине не сможем ехать но плюс в том что равны будут зацепы у всех гонщиков это на самом деле плюс я считаю что это развитие дальше что заезды могут получаться красивее заезды могут быть значит более запоминающимися мощностях запредельные которые последние два года вынуждены были гонщики строить уже такой надобности строить нет то есть машины средней мощности типа 700 800 сил будут продолжать быть актуальными это тоже большой плюс и я рад что наш чемпионат первыми среди всех остальных чемпионатов сделали такую тему но я имею ввиду известных чемпионат в целом то на красном кольце моно шина мы на зимхане моно шину используем уже не один год но для такого крупного чемпионата и мощного моно шина это что-то новое в любом случае я думаю будут плюсы и мы будем за этим наблюдать наши зрители запереживали что вы вводите моно шину и гонщики у которых есть контракты типа молоча стоит царь с айлоном да у них не будет теперь возможности иметь вот эти спонсорские контракты то есть ты сейчас от первого лица подтвердил что все нормально спонсоры с пониманием смотрите спонсоры нам дают ровно столько шин сколько мы используем допустим вот мы на гонку использовали там 50 штук или 100 штук на пилота столько нам шины вы выдали да если мы столько не используем ну они просто нам будут меньше шин выдавать вот и вся разница мы будем вынуждены тратить свои бюджеты на покупку шин сторонних на вражеские это конечно вражеские шины это конечно же минус просто приняли что есть и будем стараться кайфовать и от этого процесса хорошо понятно но мы из гочи отправляемся кайфовать дальше по форвард авто это как раз шины жигулевском размере на которых мы будем гонять земхану 22 размер 155 65 14 такая шина она небольшая сколько всего шин вы заготовили на земхану 200 мы получили от наших партнеров и всем гонщикам хватает конечно и на переднюю на заднюю ось если вдруг у какой-то машины будет не хватать мощности проворачивать эту шину да это липучка она очень такая липкая они будут вынуждены просто поднять давление повыше и подгадать под свою под свою мощность то есть есть возможность давлением в шине регулировать зацеп и подстраиваться под свою мощность вообще жиги вы наверно знаете там большая часть они на жига моторах не больше 120 лошадиных сил поэтому очень важно правильно подобрать зацеп здрасте здравствуйте как дела квартира четыре с половиной тысячи квадратов здесь у нас автосервис гоночный цех магазин ну и центральный офис весь коллектив здесь сидит вот она красавица это gtr у нас здесь красуется пока мы не нет возможности им позаниматься он здесь пережидает буквально через месяц мы уже вы загоняем будем готовить к тому чтобы он был готов к сезону но ему будете готовить да многие спрашивают где gtr и почему вы на нем не едете мы не планировали на нем ехать в рдс эта машина построена под другой размер колеса под большую шину по 285 мы в прошлом году на этой шине поучаствовали в белорусском чемпионате одну гонку досталось очень неплохо начиналось все я был очень рад что машина рулится но наверное излишне порадовался в общем зацепил блоки это просто развалил заднюю подвеску общем гонку ехать в любой момент если у нас будет возможность выехать куда-то за рубеж погонять готова будет на фоксе на готове мы на нем ворвемся gtr вообще посмотрите какой злой обожаю это 10 . с информацией что в нем установлена спеклист в общем все кто находится сейчас в сибири точнее в красноярске вы знаете где найти getter в зале выставлен стоит весь красивый починенный как вы уже понимаете он немножко не подходит и немножко а не подходит под технические требования чемпионатов которые сейчас в россии точнее рдс но абсолютно заряжен на другие чемпионаты да давай пройдемся по твоим владениям георгий тумасович нам сейчас расскажет центральный значит штаб-квартира forward авто здесь у нас самый большой торговый зал из всех форвардов которые есть вот ну и здесь представлены не только автозапчасти мы с автозапчастей начинали тут у нас есть тюнинг-зона и мерч-зона в общем показательный пример ох какой желтый прекрасный уголок это просто как музей георгия чевчана кстати по выбирать одежку померить все размеры здесь есть вот такая здесь история очень классная старый очень комбез да такой прям мини-музей совершенно точно приду сюда закупаться кстати потом после зимхана детские размеры так что мне точно подойдет здесь рай для любого технаря не только тюнингеры к нам приходят ребята строят лодки вертолеты джипы в общем любая техника где есть какие-то масляные топливные тормозные линии они приходят подбирают фитинги очень большой у нас ассортимент это еще рай джеймса дина я помню как он здесь на этапе rdfgp в красноярске не мог уйти просто отсюда джеймсу понравилось поражен вот ну и как раз здесь у нас центральный склад интернет-магазина поэтому по всей россии все заказы мы отправляем как раз отсюда красноярске конечно же не хватает рынка не хватает клиентов чтобы с таким ассортиментом существовать но слава богу со всей россии у нас ребят покупают как-то выживаем а вот то о чем говорил георгий черчан потихонечку на трассе разносит снег техника и продолжается подготовка в зимхане ну что друзья сегодня утро субботы и мы находимся на красном кольце именно здесь тренируются все участники мероприятия зимхана ну и конечно же команда старпер stars или проще говоря аймол racing правда машина дина прогревается дина еще нет он отдыхает после перелета тимофей добровольский у нас тренируется вовсю только что с папой тренировался и как такого очень плохо папа очень плохо пойду ему об этом скажу очень плохо говорит папа а папа вот какой красивый ну как дмитрий андреевич офигенно а димофей сказал очень плохо вы едете за виду уже вся практически сборная rds здесь потренировалась на трассе красное кольцо не тем временем мы приехали forward of то сейчас здесь сейчас мне нужно будет прыгнуть и соответственно сегодня пройдут первые тренировки на земхане нас конкретно интересует сборная рдс которая в полном вообще составе готова тренироваться и уже и судьи приехали гринь как те трек блин я два года назад ничего не узнал от слушай может и нас так узнаешь у нас есть судья ловкости тимофей кашарный ты судья чего бодрость ловкость ловкость бодрость опытность и авторитет у нас 404 судей мы спалили а вот и он мой дорогой которого я не видела сто лет сейчас с удовольствием буду обниматься на зависть всем девчонкам как дела хорошо зарегистрировал себя тоже дима еру мохин у нас здесь регистрируется не только я один но я подожди я же по очереди ты у меня пока не регистрация стендерку нас регистрирует всех тех кто не смог это делать самостоятельно да а вот и бекки приехала абсолютно подготовленная вот посмотрите в сибирь в мунтбутах а для того чтобы мне снять другого пилота мне нужно вот так руку вытянуть hello hi james good to be back good to be how do you feel here um good good a little bit tired still because we just flew in yesterday morning and then we went had two hours sleep and then went to red ring so my first time driving this uh 2102 cool car really good experience driving with all the local guys on the winter conditions and the snow and ice and for me i love it it's not your first race in winter yeah uh it's my first it's your first yeah in ireland we don't we don't have anything so no snow no ice so it's uh it's really good how does it feel new experience um but very very fun i really like it i like the environment for me it's no pressure just enjoying the experience and learning and uh i'm excited for this competition tomorrow like new guy learning everything and uh also new track never drive here at forward auto before so i have a lot to learn but it's gonna be it's gonna be fun it's gonna be fun for sure как настроение перед битвой отлично рдс против vdb кто кого мы конечно мы уже победили тот что мы приехали в логово просто врага они нас тут вообще же под орех хотят разделать а мы как говорится врагу не сдается а у нас есть секретное оружие какое слабо умея отвага это 22 оружие как на ваш взгляд джеймс справляется зимним дрифтом конечно с третьего раза поехали три проезда и все уже дубасе на уровне мастер он везде мастер с учетом того что машины у нас конечно не не самые конкурентные они еще пока не научились строить я считаю что вообще все прекрасно посмотри правда другие условия здесь другой держак совсем шина другая с одной стороны без шипов с другой стороны льда нету в общем сейчас будет тренировка будем вкатываться и будем смотреть сейчас пока вообще сложно что-то сказать но вот два дня по льду ездили в состоянии полнейшего счастья вот вот кстати пришла мне кажется слабоумие команды сборная в общем бы это штучку я планирую сегодня потренироваться появилась так знаешь после сочи уезжал такой знаешь дрифт ехать а сейчас такой знаешь энергии приехал сюда просто кайфую слушаем я если честно не знаю я не главное чтобы мне старт дали говорю слабоумие отвага а мне никулин сказал что я супер негативное короче источая еще хреновую энергию валька тебе сказал представляешь и летом стиль пусть у кошечки а вот такой мишенька плюшеньки себе какой класс и его потрогай я его трогать не буду харис как дела нормал гоняем как зимний дрифт нравится нравится кому больше воли тебе или кристосу оба ничего так можно говорить здесь льда нет какая будет стратегия здесь не знаю проедем мы едем машинки хорошо подготовлены или тебе хочет подкрутить ставлю о только что хотела спросить и наверное туда не лезешь но нет не залез все-таки даришь туда что нарабатывал шармоновую панель туда впаял ненужные вещи ну ну вы ну Продолжение следует...